Накануне вечером 18 игроков команды прибыли в аэропорт Рощина, как и обещал главный тренер Лучано Спалетти, это почти весь звездный состав, сине-бело-голубых, Андрея Аршавина, Романа Широкова, Акселя Витцеля и многих других зенитовцев тюменцев встречали с бешеным восторгом. Эмоции просто невероятные, на самом деле это большое событие для Тюмени, для каждого человека, который любит спорт, любит футбол. Я сфотографировался с Лучано Спалетти, Роме сказал, что он русский Зидан, он посмеялся, так мне хей сделал. Ребят на самом деле хорошие. Но только Халка, Даня и Ладыгина тюменцы не увидят игроки на заслуженном отдыхе после недавних матчей Лиги Чемпионов и Премьер Лиги. Кто победил-то? Тюмень победила. Что там, Тюмень победила? Да, 2-0. 2-0, ёкало мой. Тюмень сделала Зенит 2-0. 2-0? Да. А Зенит-то кто был? Обычный Зенит Аршавин. Ну, Аршавин был? Да. Зенит проиграл в нашей команде. 2-0. Знаете, что ли? 2-0. Да. Это такое... Они что-то расслабились, видимо. Ну, бывает, всякое. Финальте Арбитр назначает. Ого! Удар. 1-0 в пользу Тюмени. На 32-й. Ну, пусть будет на 33-й минуте. Тюмень выходит вперед. Ещё раз смотрим. Михаил Канаев угадал направление полёта мяча голкипера Егор Бабурин. Даже мяча коснулся. Подача. Как интересно. Гол, что ли? Арбитр засчитывает взятие ворот. Мяч уронил сейчас голкипер Зенита. Из рук уронил в сетку. Сергей Сердюков, конечно, обозначал вот это движение. И некоторое давление такое на голкипера оказывал. Но руки убрал, не прыгал. И немножко растерялся голкипер Зенита. Выронил мяч в сетку. Понимаешь, я просто в чемпионате России я болею за Зенит. Ну, а вот как теперь? Вот что делать теперь? Ну, что делать? Напиться от радости или напиться от горя? Ну, я живу в Тюмени, значит, мой Тюмень, значит, мой Тюмень сильнее, чем Тюмень! Тюмень сильнее, чем Тюмень! 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 Что-то говорят наши победили зенитовцы. Да, 2-0. Слышали, да. 2-0? Ну, столько что, ребята. Разве такое вообще может быть? Второй состав зенитовцев, да, может быть. А, второй состав. Да. Так это уже вроде как это показывали, что и первый приезжал. А кто первый? Только Аршайна показали, все. Ну, он был? Аршайна, говорят, был. Ну. Что-то победили, говорят. 2-0. Не слышал даже, я слышим ассамблея. 2-0. 2-0. Наши победили, зенитовцы. Молодцы, значит, вот так. А ну-ка все вместе, чтоб все услышали нашу песню. Нам для победы и для куража. Нужно забить, что запела душа. Запела душа. Запела душа. Запела душа. Запела душа. Гол, гол. Тюмень победил, зенит. Гол, гол. Гол, гол. Тюмень победил, зенит. Вы знаете, кто такие, зенит? Кто такой Тюмень? Да. Кто? Тюмень, зенит. Вы знаете, зенит? Ну, скажи, зенит чемпион. Знаешь, зенит чемпион, всегда был чемпионом. Да как чемпион, если Тюмень победила, зенит? Сегодня, что ли? Да, только с чего-то не идут. Ну, всегда не чемпион был, это зенит. Ну, вот такие чемпионы, видимо. Тюмень, зенит. Тюмень, зенит. Тюмень, зенит. Пятизвездочный отель, бесспорно, являлся центром цивилизации крупного западно-сибирского города. Главный тренер прикидывал возможности различных футболистов сыграть в невероятно тяжелых условиях. Тем более, что нам стало известно о намерении игроков Тюмени, давно не получавших ни премиальных, ни зарплаты, отобрать очки у зенита. По слухам, преследующие нашу команду «Спартак» и «Ротор» пообещали сибирикам вознаграждение за неоценимую помощь. По итоговому результату матча трудно предположить, что зенитцы столкнулись с достойным сопротивлением. И уже на 12-й минуте питерцы заявили о себе в полный голос. Максимюк совершил рывок на 40 метров по неровному полю. Для него, похоже, не существовало тюменских защитников. И передача в центр штрафной нашла адресата. Сергей Герсемец, воорвавшийся в опасной близости от Масленникова, распечатал ворота хозяев. Несмотря на преимущество лидера, для полной уверенности в успехе не хватало второго результативного усилия. Алексей Игонин почувствовал это яснее остальных. На 33-й минуте его удар из-за пределов штрафной был пристрелочным. Но уже через три оборота минутной стрелки хавбек питерцев разобрался в ситуации без лишних эмоций. Элегантно послав мяч в правый от Масленникова угол. На 56-й минуте 3-0 это уже победа. Заслуженная и безоговорочная. На 75-й минуте вспышка зенитцев и четвертый мяч в воротах Тюмени. Юрий Вернедуб, соскучившийся по игре в штрафной, за три минуты до финального свистка без проблем разобрался с защитниками гостей, отправив мяч под перекладину. И как следует лидеру команды завершил список голов зенита в первом круге. 5-0. Более чем мажорный аккорд завершения первой половины. И не забудем, конечно, о 30 очках, добытых нашими в 15 играх. Субтитры создавал DimaTorzok